Для того, что сейчас говорил депутат Армамида Агинова, я хочу сказать следующее. Во-первых, для того, чтобы давать такую оценку, нужно сначала знать требования нормы уголовно-процессовного законодательства. Вы неправильно трактуете закон. Эта статья не предусматривает и никаких заявлений не требуется. Она в этот перечень не попадает. Таким образом, не нужно никого вводить в заблуждение. Это я вам говорю открыто. Следующее, то, что вы говорите. Мы с одной темой перешли на другую. Относительно того, что в отношении вас мы возбудили уголовное дело. Какое дело мы возбудили? Можете озвучить? Никакого дела генеральная лакуратура в отношении вас не возбуждала. У нас нет таких полномочий. И эту процедуру вы прекрасно знаете. Мы сегодня проводим проверку в рамках установленных уголовно-процессуальным законодательством. Мы за рамки этих сроков еще не вышли. И то, что вы говорите, вы направляли нам депутатский запрос. Промежуточный ответ вы уже получили. У нас есть другие сроки. И генеральный прокурор упал на мочи. У вас есть свои сроки депутатские. Но на основании вашего письма эта проверка может продлеваться мной. И ваше письмо, ваш запрос направлен в военную прокуратуру. Там сегодня проводится проверка, она еще не завершена. У нас есть установленные законом сроки. Вы почему говорите, что мы сроки нарушаем, что мы не реагируем, что мы на вас дело уголовное завели? Где постановление о возбуждении уголовного дела? Если бы отношение к нас, оно у нас имеется. Я отвечу. Минуточку, дайте мне ответить. Нет, дайте мне ответить. Нет, ничего подобного. Я отвечу. Я отвечу. Вы прекрасно знаете. Для этого Дерховный суд должен дать свое заключение. Это по аналогии то, что было с депутатом Кока и Ярдзунка. Вы же знаете, какая это процедура? Это ни для кого не новость сегодня здесь. А почему вы говорите тогда? Почему вы озвучиваете такие вещи? Почему вы им говорите, что вы делали? Я отвечу. Спасибо за вопрос. Значит, что касается от моего запроса. Во-первых, начнем с того, что знание уголовного процессуального подреса, мне как представитель комитета по государственной правополитике, не вам не давать оценку. О моих знаниях не знайте. Подождите, я вас не перебивал. Не надо перебивать. Не надо перебивать. Во-вторых, вводить за облуждение по отношению депутата вы не имеете права говорить. Как генеральный прокурор вы уже нарушаете свои полномочия. Это второе. Третье. На депутатский запрос никакого промежуточного ответа не было с вашей стороны. Потому что в соответствии с законом, который вы не знаете, депутатский запрос должен быть подписан на ответник тем лицом, на кому он направлен. Вы, как генеральный прокурор, ответили мне на мой депутатский запрос в соответствии с законом. Я вас спрашиваю, вы ответили? Да. Не ответили. Я сейчас отвечу. Я отвечу. Подождите. Еще раз. Я вам отвечу. Олег Васильевич, что на верх это хорошее слово. Давайте прекратим форму обращения. Он сразу здесь переворачивает срок на. Вы знаете, в отношении депутатов это все время отдаются. Все время отдаются. Вы не хотите слушать то, что вам не нравится? Вы хотите криком перекликать? Я вас прошу. Можно мне продолжить? Можно мне продолжить? В отношении... Я привел пример. В отношении меня, что конкретно. Я как раз-то говорил предметно и по существу в отношении вчерашнего возбуждения уголовного дела в 6 часов. Я еще раз говорю. Дела частного обвинения, такие как оскорбление и клевета, а в данном случае в основании возбуждения уголовного дела связано с оскорблением, возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего. И это четко, черный слабый. Вы слышали? Я просто вновь не прошу. Вы говорите. Вы слышали? Вы слышали? Я честно говоря не хочу. Я не хочу. Я не ожидал. Вы слышали? У нас что здесь, я не понял? Одна сторона какие-то? Получшие, пожалуйста. Я говорю еще раз. Я еще раз говорю. Я еще раз. Можно мне продолжить раунд? Валерий, как это остановиться? Ничего. Вы меня не останавливаете. Не надо. Как это меня остановиться? Это не меня касается. Это касается граждан на праздник и государственных основ. У нас друг друга. Нет, это тема именно. Именно это тема. Вы чего здесь на улице? Вы чего переходите на личные договоры? Вы говорите на правду? Давайте друг друга послушаем. Я вас не напоминаю. Нет, если здесь надо просто одно мнение, вы считаете его правильным, вы не делаете, вы не разговариваете. Я отвечаю на вопрос поставленный. Слушайте, пожалуйста, что я вам рассказываю. Хорошо. Слушайте комфортные вам объяснения. Комфортные. Комфортные вам объяснения.